Здравствуйте, с вами вновь Александр и сегодня я вам хочу рассказать о интересной новинке детского автокресла от компании Britax Römer, эта модель называется Britax Römer Evolvo 123 SL Sigt, есть еще модель Britax Evolvo 123 это вторая модель, которая выпускается сейчас, пока еще вроде как параллельно вместе они выпускаются это доработанная модель, потому что в той модели как раз не хватало того, что добавили в этой но обо всем с вами поподробнее, так что давайте ее будем с вами вместе изучать в двух словах о технических характеристиках вам расскажу это кресло предназначено для детей с 9 месяцев до 12 лет это 9 килограмм и 36 килограмм, то бишь это универсальное кресло, которое вы купили собственно и забыли про автокресло в принципе, его вам хватит на весь период пока ребенку нужно будет кресло в автомобиле это основной такой момент что интересно в этой модели кресло мы покупаем для того, чтобы обезопасить ребенка в автомобиле поэтому начну с безопасности здесь с этим все в порядке, креслу можно смело доверять ребенку оно имеет очень хороший уровень безопасности оснащено последними разработками в плане безопасности от компании Ремер а Ремер можно сказать один из лидеров в строении автокресел детских поэтому с этим здесь все в порядке теперь давайте изучать все технические моменты кресло, ребенок здесь крепится, сам ребенок пока маленький с 9 месяцев, он здесь крепится с помощью пятиточечных ремней безопасности вот они перед вами здесь есть мягкие накладки специальные, которые гасят энергию удара травмоопасность снижают на плечевой зоне, на паховой зоне ребенка с этим все в порядке в дальнейшем, когда ребенок вырастает из кресла и из ремней это будет ориентировочно при росте где-то 100 сантиметров при этом росте ребенок уже в ремни помещаться не будут они будут ему уже давить поэтому ремни отсюда отстегиваются и ребенок крепится уже взрослым ремнем как вот взрослый человек из себя крепит то же самое будет происходить здесь здесь в подголовнике есть специальные направляющие через которые проводится ремень давайте я вам покажу сразу, чтобы быть голословным пристегнули и сверху в подголовнике есть направляющие красного цвета вот так это будет выглядеть, когда ребенок уже вырастет ремни убрали, их здесь не будет и взрослым ремнем в принципе все стандартно но обязательно, обязательно через направляющие направляющие здесь существует для того, чтобы не допустить попадания при ДТП ремни на горло ребенка направляющие этого препятствует поэтому следите за этим обязательно вот, это что касается крепления ребенка в автомобиле кресло, как вы видите, достаточно широкое, вместительное в плане запаса здесь вместительности все в порядке и зимой в курточке ребенок тоже нормально в принципе помещается но конечно лучше снимать потому что кресло делают для ребенка без пуховика в пуховике тесно, мне тоже в машине в пуховике тесно это нормально вот, поэтому с комфортом здесь все в порядке кстати, о комфорте что касается наклона, давайте сразу вам покажу здесь нет никакой отдельной регулировки тут вот нестандартное решение придумала компания есть вот такой упор мы его передвигаем вперед и устанавливаем тем самым он не дает креслу выровняться и образуется тем самым у нас наклон наклон достаточно, вы сами видите, он неплохой ребенок уснул, голова клевать вперед не будет этого более чем достаточно в дальних поездках мне кажется, это нормально единственное, невозможно на ходу это сделать вместе с ребенком придется это делать заранее вот, все, обратно убираем и ребенок сидит это вот основной такой вот здоровый минус почти единственный у этого кресла так, это что касается крепления, комфорта, ткани ткани приятные достаточно единственное, на мой взгляд, предыдущие модели эвольва ткани были, мне кажется, немножечко поприятнее слегка, но это лично мое мнение кому-то кажется иначе но мне кажется, они стали чуть грубее но в подголовнике оставили ткань, как в предыдущей там очень приятная ткань тактично, тактильно, очень приятно ребенку будет и лицу здесь все супер здорово и ткань, на мой взгляд, за то, что она стала чуть грубее она стала немножечко более износостойкой то бишь, товарный вид кресла будет дольше терять так, теперь давайте о новых системах безопасности вот смотрите, вот здесь видите эта система SICT называется это как раз таки нововведение раньше этого не было она откручивается со стороны окна это обязательно делать и со стороны салона это не нужно делать потому что он там только мешать будет функциональности никакой там нет со стороны окна открутили, не дай бог происходит ДТП вот эта система гасит энергию удара в первую очередь, потом только уже само кресло поэтому откручивайте совокупе, вот здесь чуть-чуть, там чуть-чуть здесь чуть-чуть, вот и образуется уровень безопасности поэтому не пренебрегайте, откручивайте это одно из нововведений в этой модели теперь давайте посмотрим, что значит SL в названии они здесь добавили систему крепления изофикс изофикс здесь на ремешках есть изофикс, полностью металлические салазки выезжают из кресла здесь нет, они здесь на ремешках вот SL версия, она поэтому так и называется как бы облегченная немного версия вот, но ее удобнее устанавливать потому что вы взяли в руку, вставили в изофикс и все а когда металлические салазки, чуть ли не всем креслом это нужно направлять вот, но также вы можете пристегнуть изофиксом и продублировать ремнем здесь все варианты возможны давайте посмотрим, как это выглядит вот изофикс так, поставили щелчок, щелчок, услышали, все отлично теперь здесь специальные ниши с крышечкой натягиваем натягиваем все, кресло стоит очень прочно и хорошо и можете также продублировать ремнем он здесь змейкой проходит под креслом и отсюда выходит все очень просто вот, это что касается крепления добавили систему SICT дополнительная защита при боковом ДТП и добавили еще один вариант крепления дополнительный SL, это изофикс на ремне вот собственно это все что я хотел о кресле рассказать а единственное, ну как и везде есть возможность регулировки подголовника по высоте потому что оно на вырост универсальное это все тоже, конечно же, есть так, в принципе, все, что хотел рассказать вам рассказал и давайте немножко подведем итоги Britax Evolvo 1.2.3 которая параллельно сейчас еще выпускается не эта, а предыдущая очень хороший вариант в принципе кресла но ей всегда не доставало дополнительного крепления оно немножечко, если на ремне чисто пристегивает немножечко юлозит в поворотах нету жесткой фиксации это добавили но на этом не остановились было бы неправильно добавлять только из FX добавили еще дополнительную систему SICT энергию ГАСТ, которая при боковых ДТП в итоге мы получаем полноценное современное напичканное всеми возможным систем безопасности которые сейчас у компании есть автокресло в универсальной категории поэтому очень неплохой вариант стоит оно ощутимо дешевле прямых конкурентов того же уровня ну не намного дешевле, но разница все-таки есть вот и в то же время мы получаем просторное кресло вообще у прямых конкурентов кресло чуть-чуть поуже более такие тесные ну в принципе тоже нормальные вот поэтому как вариант можно изучить, посмотреть приходите в магазин, примерьте оно всегда есть в наличии и в принципе все если этот обзор вам чем-то помог и был полезен вы пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь на канал и в заключение большое спасибо магазину Мир Автокресел за то, что предоставили на обзор эту прекрасную модель кресла вот, спасибо большое ну а вам собственно правильного грамотного выбора все-таки безопасность ребенка это превыше всего ну и собственно удачи до свидания